Соответственно, сегодня у нас тема, может быть, отчасти попроще, чем те, которые мы рассматривали на прошлых занятиях. Тема, к которой вы уже однозначно обращались на других дисциплинах, потому что, собственно, тема связана с плохо романтизмом, очень плохо, плотно. Хотя в архитектуре она и воплотилась в наибольшей степени в 20-м столетии. Почему? Мы об этом тоже поговорим. Это тема философии бегства. Но это не мой термин. Термин применяется сплошь в искусствоведческой литературе, в самых разных видах искусства. В музыке, к литературе, к театру, применительно к живописи. Философия бегства, бегство от социума, бегство от реальности. Это, наверное, и есть визитная карточка эпохи романтизма. Но в архитектуре она притворилась совершенно по-своему, весьма специфическим образом и в какой-то степени с запозданием. И это не случайно. Потому что на протяжении большого количества времени города формировались, собственно, одним и тем же способом. Постепенно расширяется. То есть, очень редкие были примеры, когда город планировался с нуля. Прецеденты, конечно, были. Но и тоже эти планировки оставляли желать много лучше. И когда города достигли пиковой своей точки, там, в Штатах это произошло в начале 20-го столетия, то, в общем-то, то отрицательное, так скажем, впечатление от городской жизни, оно уже доминировало в умах очень многих людей. Потому что просто в таких городах стало уже невозможно жить. И здесь складываются две прямо противоположные, в точке зрения два прямо противоположных вектора. Один из них я лишь опишу, но рассматривать мы его сегодня не будем, ибо он направлен как раз на урбанизацию. То есть, идея постройки нового города, города нового типа. И подобные идеи принадлежали прежде всего великому Ле Корбюзье с его концепцией лучезарного города. Ле Корбюзье предлагает многим столицам мира снести все и строить город с нуля. Ну, наиболее известный, наверное, такой, это план Вуазен, план по перестройке целого огромного блока в Париже. И этот план по стечению обстоятельств, хороших или плохих, это уже сложно сказать, да, когда речь идет о столь грандиозных проектах. В общем, он не состоялся. Но идея была следующая. Лучезарная концепция лучезарного города представляет собой следующее. То есть, Корбюзье разделяет всю сферу жизни человека на работу, быт, досуг и то, что должно безупречно объединяться транспортной сетью. И в какой-то степени это то, к чему стремятся современные города. То есть, до него никто такую мысль даже не высказывал. И проект, который вы видите, это 22-й год, то есть, это 20-е годы, а книга «Лучезарный город» была написана в 35-м году. Он предлагал подобные проекты к другому году, даже в Москву. То есть, он предлагал снести действительно Москву. Приезжал в Москву, здесь очень ценили поначалу, пока не пришел к власти Сталин, естественно, потому что Троцкий-то поощрял авангард в архитектуре. Благодаря этому у нас и есть в таких количествах. Достаточно пройти, посмотреть и дом архитектора Мельникова. Много просто. Так вот, Корбюзье предлагал даже совершенно уникальные вещи, чтобы запустить магистрали по крышам там. То есть, разделить человека и машину, чтобы не было вот такого, как на вот этой фотографии. Когда еще правила дорожного движения фактически никак не нормализованы, тут же и бужевой транспорт, тут же и моторный. Моторный, понятно, что там он никак не проверялся. Каждый, кто что соберет, то и моторное средство. Это очень взрывоопасно. И очень многие деятели того времени, известные, тот же Гауди или Нильсон, как крупнейший композитор этого времени, гибли просто под колесами, транспортами. И первостепенная задача Корбюзье была выстроить настолько рациональный ворот, чтобы он функционировал как машина. И там, естественно, предполагались, это не урбанизм в таком ключе, когда это только дома и только автомобили. Они тогда еще любили изображать дирижабли в огромных количествах, думали, что это транспорт будущего. Нет, это другого типа город. Это город, где очень много садов, парков, где человеческий досуг и транспортные средства просто никак не соприкасаются. Они разделены 500 по самим домам. С одной стороны будут дороги, с другой стороны будут парки. И главная идея, наверное, Корбюзье, то, что он считал как раз единственная возможность движения вперед, это город не менее чем 3 миллиона человек. То есть он считал, что должно быть внутреннее колоссальное эмоциональное напряжение, которое и порождает энергию города. То есть если нет вот этого трения, противодействия, конфликтных ситуаций, собственно, город засыпает. Город превращается в такое коматозное образование и ничего, в общем-то, толкового, такого города быть не может. С другой стороны выступает концепция хорда. Ну вот я сейчас покажу вам примерные планы лучезарного города, как это могло бы выглядеть. Ну, отчасти напоминает какой-нибудь современный спальный район. Ну, если бы это все светилось. Действительно, на самом деле, Корбюзье это фигура такая, которая скорее ближе к классицистскому мышлению. То есть речь не идет о футуристской такой антиутобии. Там это предполагалось, что он делает впервые фронтальное остекление, чтобы очень много света было. Вынесение на крышу домов, парков, детских садов на крышах домов. И вот этого это реализовано было на самом деле. И весьма эффективно работает в том же Марселе. Но лучезарный город в чистом виде Корбюзье не построен нигде. В адаптированном виде это Чандигах, одна из столиц Индии. Он, Чандигах, да, его предлагает, именно Гандзи его туда зовет. И он строит с нуля гигантский город, который предполагается, ну, если не второй, то одной из столиц Индии. Понятно, что там штаты, да, тоже, крупное административное деление. И этот город полностью спланировал он, но там пришлось отказаться от идеи к высотам. А для него принципиальные были вот именно высокие дома, которые не занимают площадь, чтобы они не воровали место у природы. А под этими домами можно спокойно гулять, и он их всегда ставит на опоры. То есть дом внутри полный, под ним пройти можно. Другая концепция, чуть-чуть раньше, чем Корбюзье зародившееся, которая для нас-то будет как раз для сегодняшней лекции наиболее важна. Ибо как раз это уже почти концепция бегства. Это концепция Ховарда. Это город-сад. Вот это было воплощено огромное количество. Это 98-й год 19-го века. То есть самый-самый-самый конец 19-го века, а воплощаться они начнут уже в начале 20-го столетия. То есть если там речь шла о 3-х миллионах человек, то здесь идет о 30-ти тысячах человек. То есть это такой подмосковный городишко, весь утопающий в зелени, где все возможное производство выкинуто на периферию этого города. Где у каждого домика есть свой сад, а не только парки. И цель была объединить все лучшее, что есть в городе и в деревне. И цель следующая. Цель, конечно же, сбежать от социума, потому что до архитектуры как-то на редкость поздно доходят идеи Жан-Жака Руссо, породившие романтизм. Идеи о том, что, собственно, зло проистекает из самого человека. И чем больше человек собирается вместе, тем это зло становится концентрированием, причем не географической, а геометрической прогрессией она нарастает. Ну, в этом есть своя доля правды. И психологи, которые занимаются феноменом толпы, до сих пор говорят о том, что чем больше людей собирается вместе, чем средний их интеллект унижается, можно ли этому доверять или нет, достаточно сложно сказать, потому что понятно, что экспериментальных данных у них ноль. Но, тем не менее, идеи такие есть, и это мы сразу будем профессионалом. Оставим это на их совести. Так вот, Говард пытается реализовать примерно то же самое. Он пытается встроить человека в природу посредством такой организации его жилища, чтобы не возникало, как можно меньше возникало конфликтных ситуаций. У человека есть свой парк. Он может пойти в общественный парк, где он может общаться и так далее, где будут выставляться произведения искусства. Были идеи, конечно, совершенно нетопические, о том, что парк должен сверху быть парк над стеклом, чтобы там можно было гулять и в дождливую погоду и так далее. Понятно, что это утопия. Но, так или иначе, в адаптированном виде такие города есть, и их немало. Вот, в частности, Говард – это 60 километров от самого центра Лондона, и таких городков сантилитов там немало. Можете посмотреть, видите, как это выглядит. Это безупречно спланировано. Это маленькие частные домики, где у каждого есть свой садик, территория, и в центре города парк разбит. Как я уже сказал, эта концепция обращена к идеям русо, русоистским исключительно, идеям естественного человека. И именно оттуда и проистекает концепция, первая, наверное, концепция в истории – концепция бегства. Оттуда берет начало вот эта романтическая идея бегства в разные стороны. И, естественно, мы сегодня их разберем подробно. В случае с архитектурой и только с ней это бегство имело не виртуальный, а реальный характер. Понимаете, если вы бежите в природу, читая о природе, то вы никуда не бежите. Если вы бежите в город-сад, то вы реально бежите. Или если вы бежите в прошлое, зачитываясь Айвенгу, то опять же вы никуда не бежите. А если вы строите себе неоготический усадьбу или даже замок, а такое было, то, конечно, человек может даже воссоздать эту мифическую историю, это мифическое прошлое, он может реально жить в этом. Потому что, конечно, архитектура – значительно более осязаемый вид искусства, чем та же литература или музыка. И вот эти идеи Руссо о том, что зло сконцентрировано в самом человеке, и то, что, в общем-то, прогресс и нарастание людей в одном месте ни к чему путному привести не могут, его лозунг «Назад к природе», он оказал на формирующийся романтизм, тогда еще будет, понятно, не было, да, это 18-е лет, колоссальное воздействие, и запустил его механизм. Они стартовали. Наверное, вы читали Руссо, я, по крайней мере, надеюсь, да, в свое время, это был в его время, а едва ли не самый читаемый писатель, в принципе, его романы били все рекорды по тем временам. А Эмиль, в котором, прежде всего, вот эта идея воспитания естественного человека и обозначена, это, конечно, вот такой пример утопической системы образования, которая невозможна в воплощении, примерно что-то из серии, такой же утопии, как вот этот идеальный город Ховрата, со стеклянной крыши, ну, а здесь тоже есть своя стеклянная крыша, вот такие абсолютно безупречная система образования, все продумано, все выверено по часам, и ничего случится в времени, случайно, да, никакой случайности произойти просто, не может. В романтизме это тут же отзовется огромным количеством явлений, ну, вот, в частности, Людвигрифтур, Женевьева-Барабанская, кстати, вот этот миф о Геновеве или Женевьеве набирает колоссальную популярность, оболганная, обвиненная в супружеской измене, она уходит в лес, да, и вот в лесу-то человек может залечить свои раны, и, в общем-то, зверушки даже намного лучше, чем человечки. На этот же сюжет написана единственная опера Роберта Шумана, то есть в это время как раз она очень популярна. Как это воплотилось в архитектуре? Идея бегства. Это будет называться поднаправлением органической архитектуры. Дело в том, что до 20-го столетия, начиная со времен Палладио, а Палладио это у нас позднее возрождение, архитектура всегда демонстрировала свою оппозитную функцию по отношению к природе. То есть вот есть человеческое жилье, а есть природное. И оно должно быть человеческое обозримо, оно должно четко выражать мысль архитектора, который его создает. И оно в какой-то степени, особенно в эпоху классицизма, противопоставляется природе, даже сама природа должна подчиняться замосту человека. Ну, для этого достаточно обратиться к парковым ансамблем эпохи классицизма, где там подстригали кусты, да, и где куст, в общем-то, не постриженный, это является чем-то плебейским и мерзким, да, где если квадратный или треугольник, это хороший куст, да, он облагорожен разумом, его коснулась сознательная искра человеческая. А естественно, это все очень плохо. И в архитектуре, наверное, наиболее ярким выразителем концепции бегства от общества в мир природы, попытки найти гармонию с природой, является фигура Райта. Это у нас выдающийся архитектор 20-го столетия, Фрэнк Ллойд Райт, один из самых известных архитекторов вообще, в принципе. А, и фигура, конечно, абсолютно увековальная, ну, там, одна из его построек, по-прозвольной. То есть, как вы видите, по датам жизни, этот человек родился в середине 19-го века, и он станет одним из наиболее радикальных архитекторов 20-го столетия. Можете представить, сколько ему лет он уже отдалит? Если кому-то интересно, советую обратиться к биографии сего человека, потому что это не просто роман, это сериал в нескольких сезонах. Это просто нечто, что происходило с этим человеком, с изменами, с феминистками, только что появившимися тогда, с бойней, мясорубкой а-ля Раскольников, вот, с поджогами жилищ, вот, с всевозможными сектантами, и даже с эзотерической группой Гуджи в Америке. То есть, там, в общем, как в самом-самом таком дешевом романе бульварном каком-нибудь, а это жизнь человека, поэтому человека действительно великого, и жизнь в какой-то степени трагическая. Что делает Райт, и почему я его решил показать? У Райта есть очень разные произведения, поэтому нас будут интересовать лишь некоторые из них. Как можно решить проблему действительно бегства от социума, и как ее решает Райт? Райт создает новый стиль, и его высшим воплощением является так называемый дом над водопадом, или резиденция от Алтана. Во многих источниках это произведение называется самым красивым домом вообще в истории. Он включен почти во все списки тех мест, которые надо посетить, прежде чем умереть, и занимает, если не изменяет память, 29-е место в списке самых значительных построек Америки. То есть, вы сами понимаете, что первые будут места занимать не те, которые по архитектуре выдающиеся, а те, которые имеют важное историческое значение, там типа дома Джефферсона и так далее. То есть, для Америки это, конечно, все-таки важно. И так близко к самому сердцу, скажем, американской истории удалось подобраться только Райту. А следующее место занимает уже, собственно, дом Райта, самого Тагеронша. Что можно оценить значение этого архитектора и можно оценить сам дом. Вот оно, эталон. Это мечта романтизма, верство в действительно подлинную природу, где сам дом не контрастирует с природой. Он теряется в ней, он переходит в естественном образе, он в ней растворяется. И это дом, который не с видом на водопад, да, такого построить могли в 19 веке с Божьей. Это дом, который сам встроен в водопад. Причем водопад не искусственный, настоящий, естественный. Покажу еще одну фотографию. Можете себе представить, что это 30-е годы. То есть, это расцвет национализма, это когда строят огромное количество домов, в чем они тогда были новыми, похожие на современные заводы, именно коробки, тогда появляются эти коробки. И здесь нечто совершенно невообразимое, горизонталь преобладающая над вертикалью, это типично для Райта. Он называет это архитектурой прерий. Это стиль именно американской, национальной американской архитектуры, которую он создает. Хотя ему учитель Салливан создал первые небоскребы, но вот этот создает горизонталь. Вот такие потрясающие виды. Дом реально врастает в окружающий его пейзаж. Человек не чувствует себя в доме отделенном от природы. Мало стекла. Стекло на самом деле холодный очень материал. То есть, если сделать весь дом из стекла, как дом фармпорт, который я вам показывал, в местном андорове, таких стеклянных домах, кстати, будут появляться в середине века в больших количествах, то он-то как раз предельно отделенном от природы. Потому что он очень холодный. Тот же самый Жан Бадрияк, труднейший философ второй главы 20-го века, говорит, что именно стекло разделяет больше всего. Но холодное, оно прозрачное, но оно не дает возможности коммуникации. Здесь различный балкон, различные террасы, на которых тоже мы сожженнодельны. И даже сложно сказать, а где, собственно, заканчивается дом? Вот эта часть скалы, она уже является природой, или эта часть продолжающая дом? Потому что я покажу вам, как внутри он организован, внутри него тоже есть скалы. Настоящие, не сколоты, не обработаны. Или вот это. Это уже природа, или еще дом. Некий переходная форма, когда окружающий ландшафт переходит сначала в копирующий его же парк, постепенно облагороживая, и переходит в собственную построю, в дом. А вот как выглядит Камир. Вот это не сколотые настоящие скалы, которые вылетут всегда. То есть, где-то граница между внутренней и внешней, а ее здесь уже нет. Хотя, к чести Кауфмана, заказчика этого дома, очень богатого человека, вот это попросил помнить. Райд, конечно, очень авангардный, мыслящий человек, но не в таких, наверное, деталях. Хотя, вот эти горизонтальные линии отстоял именно Райд. Кауфман даже пристраивал туда колонны, что он боялся что-то рухнуться. Там отдельная детективная история была, почему ее больше нет. Из дома можно спуститься по лестнице и помочить ноги в водопаде, в реке, которая, собственно, не спадает. Дальше заболела. Такая удивительная постройка. Впервые в истории дерево огивается дома. Сейчас это часто применяется. Вот это первый пример, когда это было сделано, равно как, обратите внимание, на освещение. Сейчас оно даже кажется на самом очевидном. Напомню, что лампочки-то не так давно так обменялись. А здесь встроены лампочки, которые ночью позволяют видеть окружающие. Ландшафт. И приведу вам два примера. Вот, собственно, дома Райда Макета. А это то же самое в классицистской версии. Это Лиду. Чувствуйте разницу. Насколько четкие грани. Дом предельно выделяется. Этот проект не был реализован. Как многие проекты Лиду. Здесь смысл сковать водопад. Смысл подчинить его логике человеческого разума. Предельно рациональная конструкция. Самого домика. Когда формы должны быть безупречны. Все должно подчиняться рациону. Здесь же все подчиняется самому пейзажу. Видите, насколько вот эти горизонтальные линии безупречно вписаны в само место, купленное Калфмана. Единственное, у таких домиков есть свой определенный недостаток. который не позволил им занять лидирующее место. Но, во-первых, в такой домик, понятно, влезет всего одна семья. Людей на земле очень много. А во-вторых, этот домик стоит примерно как 14 домов аналогичных без работы. Он вышел в совершенно фантастическую сумму. И самое главное, что это-то мелочь. Сколько уходит на его содержание? Так вот, очень быстро семья Калфманов, хотя они были очень довольны этим домом, передает его государству. Это сейчас музей, куда можно действительно съездить и посмотреть туда. Это мерка, куда ездят тысячи людей, если не миллионы. Так вот, с момента его постройки до нашего времени, на его содержание ушло уже больше 10 миллионов долларов. Это очень маленький домик, понимаете? То есть, содержание таких домов уходит в жуткую копеечку. И, соответственно, это является той самой ложкой дегтя в бочке меда, которая не позволяет этому явлению повсеместно распространиться. Были примеры копирования этого и в Европе. Причем копирование не глупого, а продуманного, адаптированного уже не под прельянскую, да, вот эту архитектуру Америки. А прод европейский ландшафт это Альто, это финский архитектор, выдающийся финский архитектор. И здесь вы видите, дом вписывается в такую местность европейского севера. Он тоже безупречно включен в Бор, но архитектура уже, конечно, совсем умная. Интересно, что и Райд, и Айто в конце своей жизни не то, чтобы отказались от этой идеи, но строили много архитектуры близко к функционализму. Потому что, в общем-то, на это нужны огромные и специфические заказчики. Другой тип бегства, который возможен в архитектуре, это бегство в иную культуру. Особенно, конечно же, популярно было бегство в культуру какого-нибудь Востока, когда романтизируется, начиная еще с Средневековья, идея возникла у пресвиттера Иоанни, которую вы наверняка знаете, что где-то там подлинные хранители духовного знания существуют, очень тесно связаны с мифом Гориалем. Или хороший пример из начала XX века возникновения искусства кинематографа, это Гриффитс и Волл фильм «Условленные побеги», где в ужасном западном мире появляется вот такой азиат, нетронутый западной культурой. Понятно, что он очень плохо закончит, его всем жалко, но он такой честный, чистый, и именно в такой мифический Восток можно осуществить бегство с помощью архитектуры. При этом так же, как в сторону лесных построек, это уже реальное бегство, не виртуальное, и как книжку читаем, где-то сидит на доме в лесу, и рядом, правда, никого нет. И в случае бегством в виртуальную такую, в иллюзорную, не виртуальную, все-таки она реально, в иллюзорный Восток, оно вполне возможно. Если вы действительно воссоздадите иллюзию восточного жилища, то в него на самом деле можно погрузиться. И если здесь необходимо, чтобы дом вписывался в окружающий ландшафт, то тут нужно будет, если этот дом у вас в городе стоит, нужно, чтобы он полную депривацию давал окружающего пространства. Вы должны отгородиться от города и видеть только то, что будет у вас внутри здания. Для Арайта двумя источниками вдохновения были культура Японии, которую он очень любил, ездил туда и строил даже там, и культура майя. Понимаете, что для культуры майя это еще и бегство в мифическое прошлое. Да, от нее мало чего осталось, и для начала 20 века что майя, что Атлантида это примерно одно и то же. Ну вот стиль премии, сочетающийся с японской традиционной архитектурой. Тогда, кстати, Тадао Анда, один из виднейших японских архитекторов, посетил дом над водопадом. Он очень высоко его оценил. Оценил причем не как копирование японских мастеров, а как приветствовал еще одного из мастеров. подлинного архитектурного, так скажем, архитектурной японской традиции. Ну, вот майянская архитектура. Но он тоже такой маленький особичок. Для этого нужны очень богатые заказчики, потому что это все дома частные. Сейчас покажу, как это выглядит сверху. Это выглядит совершенно потрясающе. Это действительно как будто бы воссозданная иная цивилизация. Сейчас вот как раз идет, да? Блэйд, Раймер, второе. О, первый здесь снимался. Серьезно? Да. Похоже, очень легко отцовывать. То есть понимаете, что вот что нужно, если воссоздать что-то абсолютно фантастическое, то вот вам, пожалуйста. Вот такого не может. Извините, а окон в этом здании нет? Ну, их мало, судя по всему, по фотографиям. Или они скрыты? Они есть. Более того, тут очень много верхнего освещения. Там светло. То есть вот здесь, видите, ничего кроме окон нет. То есть там была сторона внешне. Естественно, от нее нужно отгородиться. А внутри у нас воссоздана другая совершенно жизнь, другой мир. И вот туда мы можем смотреть и любоваться отражением этого же дома в замечательном пруду. В этом-то и смысл, да? Отгородиться. Там город, там смотреть нечего. Там машины ездят. Ну, вот, видите. Это по Энисе. Это не совсем Лос-Анджелес. Это под Лос-Анджелесом. Вот это не совсем городе. Это очень-очень богатый человек. Это значительно раньше постройка, чем до под водопадом. Над водопадом. И, видите, окон на самом деле достаточное количество. Хотя они и ворячутся в такую кружевную вязь архитектуры. Которая иногда выглядит очень почутанно. А вот как выглядит это здание в срезе. То есть это настоящий негробород. Имитирующий майянскую культуру. Или другой пример. Еще более ранний. А здесь майянская архитектура сочетается с традиционной японской. Некое вообще мифическое пространство. Не существующее пространство. Один из, наверное, наиболее ранних таких революционных проектов. Райдер. Холли Холл Хаус. Полностью отгороженный от города. И внутри, в центре, имеющий свое парковое пространство. Которое создает вот этот иллюзорный иной мир. В который действительно можно сбежать. Внутри самого помещения господствует японский стиль. Совершенно нехарактерный для европейской и американской архитектуры того времени. Свободное пространство. Незаполненное пространство. Райд много раз ездил в Японию. Он хорошо разбирался в японской городе. И даже одно время подрабатывал тем, что продавал в Америке японские гранюры. И он и строил японию в том числе. Так что здесь знакомство с японской архитектурой, опять же, смотрите, переосмысленно. Потому что рельефы на колоннах подсылают скорее к этой псевдомаянской стиле, чем к японскому таковому. Вот этот парк. Вокруг вы видите обычный город, от которого нужно отгородиться, сбежать. И там будет совершенно уникальное внутреннее пространство. Вот сюда, собственно, мы избегаем. Так что здесь идея бегства, философия бегства обретала свое реальное воплощение. И, наконец, еще одна форма бегства, которую предложил нам Райт. Это поздний уже Райт. Одно из самых последних его произведений. Он создан в 50-м году. Ему уже было далеко за 80. Он прожил больше 90 лет и до конца работал. Это лабораторная башня компании Джонсон Локс. Ну, вы все знаете, это те, которые в туалетную тюрьму называют. Достаточно. Мистер Мурск, уближе к синему. Он им сначала строил сам корпус, а чуть позже построил вот эту башню, которая, опять же, воплощает идею бегства от города. Это штат Висконсин, это город Рассин. В общем-то, не примечательный городишко, который он сразу же сказал, что с окон не будет, ибо смотреть на город незачем. Смотреть тут не надо. Но Света влюбил. А что нужно сделать, чтобы город было не видно, но Света было много, естественно? Затомировался. Он делает башню из трехлубрости. Абсолютно уникальная постройка, не имеющая в себе аналогов. Ее остов – это лифтовая башня. То есть она нанизана на стержень центральной. Причем, обратите внимание, через этаж – это полное покрытие этажа, а в середине – более мелкая площадь, площадь, которую занимает пол. И таким образом здание еще и дышит внутри. Все это нанизано на ствол единый и выложено. Трубками здесь видно, что они полупрозрачные. То есть света много они дают, но город через них не посмотришь. Вот тоже форма бегства. Или абсолютно прекрасная вот эта фотография закатного города. То есть сама башня великолепна, она красива, но, в общем-то, из нее ничего крупного посмотреть нельзя, потому что ничего крупного в этом городе и нет. Это обычный городишко, где большая часть населения работает, собственно, в Джонсон-Оксе. Что-то около сотни тысяч человек. Ну, небольшой. Ладно, совсем. Что нужно сказать еще? Следующая форма бегства – это бегство в прошлое. Оно возникло, наверное, раньше всего. В смысле, в архитектуре. Потому что в архитектуре бегство в прошлое можно отыскать уже в конце 18-го века. То есть мы все тут говорили о 20-м, а вот бегство в прошлое неожиданным образом началось раньше. Это так называемая нео-отика. На расцвет нео-отики как раз повлиял уже упоминаемый мной сегодня роман Айгенга. Он продавался просто фантастическими тиражами по тем временам, естественно, когда не было рекламы, интернет-магазинов книжных. То есть там речь идет о том, что за первые две недели больше десяти тысяч экземпляров было работано. По тем временам это очень много. Сейчас не каждую книжку можно издать таким тиражом. Да, истерично, это серьезно для тиража. И в архитектуре появляется такой стиль, как нео-отика, который на мой личный вкус, я выбираю на свое усмотрение, то, на чем буду вам демонстрировать, ибо мы не историю архитектуры проходим, а лишь пример по эстетике. Так вот, на мой вкус, в России это лучше всего было воплощено в постройках Бойцова. Петр Бойцов по трагическому стечению обстоятельств даже неизвестна дата его смерти, но поняв, что в 18-м году его могли просто отборвать в кусочки. И вот ему удавалось воссоздать время, то есть прошлое, вот это иллюзорное прошлое, здесь бегство идет не в настоящее средневековье, а, по-моему, лучше всех, потому что нео-готика очень часто лишь играет в стиле готики. К нео-готике иногда даже храм Голуди относится, понимаете? От готики ничего. А здесь именно, понимаете, получается, почему это бегство? Да потому что это бегство виртуальное, несуществующее, а прошлое, когда идеализируется эпоха выцарей, что это все благородные люди, когда честь что-то значила, и она, как это, поставляется, естественно, современному миру. Это мифическое прошлое опер Вагнера, это мифическое прошлое аренду и так далее. И вот у Бойцова, на мой взгляд, это воссоздано во всем объеме, во всей полноте. И посмотрите на усадьбу в Нуромцеве. То есть сейчас я показал, как она в каком ужасающем состоянии находится. В наши дни удивительно, потому что выдающееся произведение искусства в России, ну, другой, боже, который я покажу, является резиденция президента, например, наша, на Мишне. А вот это вот в таком состоянии. И мы не в Подмосковье. А вот как это выглядело в эпоху самого Бойцова. Это действительно настоящий рыцарский замок. Опять же, это не рыцарский замок средних веков, а рыцарский замок а-ля Айвенбы Ивана. Намного ближе к вот этому духу эпохи, чем Гатчина. Действительно кусочек такой псевдоистории. Кусочек, куда действительно можно сбежать, вокруг ничего нет, и играть здесь в рыцарей, в масонов, и кого угодно. Напомню, что именно в это время получают огромное распространение псевдо-рыцарских ордена, масонские ордена всех видов и мастей, причем уже не имеющие какой-то наследственной преемственности, и очень часто близких ограничащих с эзотеризмом. И в России в том числе. Вот как выглядит эта усадьба. Здесь действительно можно проводить рыцарские турниры и снимать кино. Вот как оно выглядит сейчас. С некоторых ракурсов это идет только на пользу. Оно действительно воссоздает древность. И, конечно же, если ее будут реставрировать, нужны очень хорошие реставраторы. иначе это очень легко превратить в фарс по типу Крымской этой башни. Ласточкина. Грязь. Но еще один вид. И вид такой дождливый. Это другое здание. Здание показывало, опять же, до реставрации. Опять же, не случайно, потому что его отреставрировали слишком хорошо. Оно потеряло весь эфир средних веков. Оно превратилось действительно в резиденцию президента. Майен Дорф это у Денцова. Это близко от Москвы. Видите, тоже абсолютно уникальная стилизация древности. Бойцов не считается каким-то сверх выдающимся. И те, кто о нем мало знают в мире. Но если именно разбирать с точки зрения нашей дисциплины, то это эталонно. Потому что ему бегство в это прошлое удалось лучше всего. Может быть, ему не так, как другим удалось выразить себя, поменять эпоху и так далее, но он выразил эту концепцию просто прекрасно. И вот как он выглядит сейчас. Ну, примерно как... Очень сказочный. Да, он выглядит скорее современнее. Его очень осовременили. Здесь, конечно, это реставрировать так было нельзя. Категорически. Реставрировать совсем по-другому. Здесь оно теряет всякий шип исторический. особнячок. Это выглядит как простой особнячок, при этом не очень с большим вкусом сделан. Потому что от самой работы, как она выполнена, тоже очень много зависит. В искусстве, как вы знаете, решают все нервы. или как выглядят отдельные постройки Больцова не столько угробленной реставрации. Здесь можно историческое кино настоящее. Хорошая классическая псевдоготика, которая захватила литературу 19-го столетия. Так вот, о сказке не случайно сказали, потому что еще одна форма бегства это бегство в сказку. Миф или в сказку? Для нас будет важнее в сказку. Потому что в миф мы это тоже миф. Понимаете? И бегство в сказку отчасти наверное это можно применить и к груди, но наиболее выдающимся представителям вот такой формы бегства является Ундертвассер. Сейчас покажу вам еще всем знаменитым до Ундертвассера более ранним чем бойцов и вы оцените, бойцов это в общем-то здорово это все сделать. То есть это прекрасные произведения, но стилизующие вот эту рыцарскую жизнь, к которой хотели обратиться художники, поэты 19 века в значительной меньшинности. Самый ранний образец неоготики. Дату смотрите, это еще 18-й. То есть это раньше всего появилось, такая форма бегства. Вот еще один пример. и собственно Хундертвассер. Фриденсрай Хундертвассер не так давно умер. Многие его проекты реализуются уже после его смерти. То есть это архитектор, который строится по сей день. Потому что хорошо продуманный, проработанный проект может вполне быть реализованный после смерти архитектора. Так что в полном смысле снова наш современник. И это бегство в сказку. Бегство в сказку, решенное через формы нелинейной архитектуры. Мы уже о ней говорили, когда речь шла о позднем айземане. Сейчас мы посмотрим совершенно другую форму нелинейной архитектуры. В эпоху романтизма вы тоже наверняка знаете, что очень многие авторы обратились к сказкам, к собиранию сказок, к написанию сказок. Агнимы Валентана с их волшебным рогом мальчика и чудесным рогом мальчика являются наверное визитной карточкой этого направления и туда же можно отнести братья в грим и же с это было очень популярно для 19 столетия. Тогда же возникает эстетизация безумия. Побег от рационализма этого мира здесь же можно вспомнить и Гоффмана, можно вспомнить на самом деле совершенно иное отношение к безумию в принципе как таковому. Хундер Твассер возможно первым спустя фактически сто лет с этого момента начинает отражать это в архитектуре он активно критикует архитектуру современного мира он говорит что она скучна абсолютно невыразительна в таких домах не хочется жить и на них смотреть не хочется и он предлагает самую версию версию абсолютно сказочного мира который действительно можно сближаться и вот один из его проектов это проект построенный на день Герональда Макдональда для больных детей детей с очень серьезными нарушениями здоровья для них создается мир сказки мир пряничного домика из Гензелли Град это единственная постройка фонда трассы в Нидерланда видите дата смерти была 2000 на город дом здание построено уже после смерти архитектора вот как он выглядит здесь нет четких линий здесь нет полуэдеанства с его отчерченными формами здесь тем более функционализма это побег в криволинейную такую архитектуру не линейного типа и раскрашено конечно совершенно декор декор таким образом это действительно создающая игру создающая мир сказки еще одна фотография здесь еще и примечательно что само здание рассчитано на детей но он строил так и не для детей наверное одно из известнейших его произведений это венский дом искусств это еще прижизненная постройка вот достаточно взглянуть на фасад что погрузиться в этот самый мир сказки сказочным там является все как вам такие клоуны они все разные они цветные раскрашенные может быть конечно совсем близко они будут казаться безвкусными но с определенного расстояния это производит очень сильное впечатление пока настроение улучшается вот такое пространство кривого полма представляет насколько это сложно на самом деле технически сделать и случайно что собор гауди до сих пор не достроен ему же строят потому что там каждому деталь сделать сколько времени и денег но это создает уникальное пространство причем пространство он создавал полностью все внутренние интерьеры и простите даже сортируем но он их проектировал и отдельно для них свои в том числе или вот такой уникальный дом это у нас санаторий это лечебница с теплыми ключами где идеально сочетаются бегство в природу и бегство в сказку это дом полностью встроенный в мир природы но в отличие от райтовской концепции где дом должен был раствориться в природе здесь скорее дом превращает окружающий ландшафт в сказочку это конечно совсем так здесь дом все-таки подчиняет себе ландшафт хотя и в другом смысле чем мы это привыкли видеть это Австрия это деревня горячих ключей и это известная очень лечебница вот очень полезно для здоровья вот как это выглядит уникальный жилищный комплекс где все крыши домов покрыты зеленью и опять же как и у Айземана то что мы смотрели с вами в Сатьяно де компостелло здесь даже нельзя поставить крышу и собственно землю они одно в другое перетекает и назад спускается поэтому к дому можно прогуляться поднявшись на крышу и спустившись при этом нигде не используя ступени ступеньки уникальное свое внутреннее пространство здесь к сожалению нету фотографии где сами воду там тоже очень впечатляющий вид одно из последних его зданий в котором он принимал участие в его реализации это зеленый цитадель Манглебуда смотрите насколько он кривой вот он мир полубезумия полусказки мир близкий здесь уже не только к агенту или играет но к какому-нибудь Ваффману игр то есть на реальном его здесь нет есть запросы настоящие обратите внимание на вашу а здесь это естественно за счет решения фасада вот он сплошь зеленью покрыт мечта о том чтобы крыша была покрыта зеленью но совсем в антирациональном исключительно здесь экспрессия иррационального начала колонны здесь еще оригинальней это практически карамель конфет вот вот еще колонны ни одна не повторяется они все совершенно разные и конечно такая архитектура создает ну мир прекрасный мир очень заманчивый но но повторюсь в близи с большой вероятностью это сказка может это как вагонах когда он писал парсик восторгался и вводил экстаз рядом находящихся мыслителей в том числе нише но когда в общем то это было реализовано и чаши играли оказалось просто испобьем в общем то это произвело очень сильно негативные впечатления на самого вагнера и на нише как вы знаете особо который в общем то вагнер в этом не простил и есть еще один тип бегства это бегство в вечности я вам покажу это на примере одного произведения Альта Росси это совершенно уникальная постпадельгистская концепция представляете чтобы сбежать в вечность человек создает время постройка которая рассчитана на очень ограниченное количество времени существования после этого она будет разрушена но останется ее образ ее нет поэтому она есть всегда это театр дельмонда театр мира это и идея шекспировского мира театра и театр как таковой смысл был создать театр в принципе не какой-то театр а театр как идею театра архетипическую идею театра и как это создается в восточных мандалах когда мандала выкладываться может месяцами и как она только закончится ее раздувают ее разрушают только так она может отразиться на идее вечности вечно только то что остается неподвержено времени того чего нет то есть вот как выглядит это это проект макет совершенно потрясающая постройка когда смотришь фотографии редкие цветные которые остались этого дома даже не верится что он в принципе может существовать кажется что его дорисовали что это анимация речь идет о достаточно давнишнем времени речь идет о 81 это театр на плаву венец он по барже находился вот он театр как таковой естественно здесь идея бегства переосмыслив на совсем другом ключе это уже не романтизм это скорее концепция симулякров это уже постмодерн в чистом виде россия является одним из главных философов постмодера и смотрите какие фотографии впечатления что его нарисовали как будто он не настоящий как будто такого просто не может быть какое точное попадание в театр по существу он и внутри продуман до мелочей просто и конечно это абсолютный шедевр шедевр который остался в огромных количествах рисунков россии росящий художник и здание которого конечно не должно быть здание которое должно быть только здесь вот рисунки у него появляется этот театр на огромном количестве изображения россии вообще очень близок к идее архетипов хотя и в юнгианском совершенном изводе юн конечно скорее модернист чем постмодернист здесь это совсем по-другому трактуется но здание потрясающе и особенно вот этот макет где оно отражается в воде потому что как бы в воде это зеркало да оно идеально вот воплощает идею внутреннего да внешнего и внутреннего того что отражается зеркальное отражение включено в концепцию этого театра и театра на плаву и покажу вам бегство в восток по россии оно совсем другое чем бегство на восток у это было мы с вами смотрели россии уже модернское кладбище где пустые гвозницы как бы жилого дома на самом деле был домом мертвых домом для захоронения поэтому естественно если для мертвых нужно пустота и вот там ничего нет для живого нужно от мира закрыться для живого нужно от мира уйти и он воссоздает такой же дом это гостиница в фуоке в японии в котором с центрального входа его фасад не имеет окон в области это замурованное дом вот вот собственно кладбище в модели а вот фуоке здесь отсылка и к традиционной японской архитектуре здесь восток абсолютно очевиден с другой стороны вот эти не пустые а уже заложенные кирпичом окна они конечно намекают на концепцию ухода внутрь себя не просто восток но еще и внутрь себя возможно в этом что то есть даже от взял философии потому что на самом деле взялская философия в той или иной степени оказалась близка вот очень показательная фотография здесь хорошо виден видна форма дома намекающая на традиционную японскую архитектуру этот дом получил колоссальный резонанс в том числе в японии и он получил достаточно серьезное количество наград за это построить у Росси очень мало домов у него воплощенных проектов наверное едва ли не 10 процентов и тем не менее эта фигура едва ли не самая ключевая здесь каждый дом на вес золота каждый дом это целая эпоха определяющая в том числе и время когда мы живем с вами и мы позже немножко начали я пять минут у вас у городу и тому мы уложимся последняя форма бедства типичная для недавнего нашего времени это бедство такого типа какое было предложено знаменитым ингваром бергманом режиссером боги на ленте змеиное яйцо то есть сбежать от мира раствориться то есть сбежать уйти так именно поступает главный герой этого в конце исчезнуть потому что единственная форма остаться собой это не будет заречен вас заметит если вас заметит власть то в общем то шансов у вас не будет никаких а в эпоху тоталитаризма в эпоху СССР понятно что любые проекты утверждались в очень высоких констанциях поэтому многие архитекторы шли на пути компромисса и это нельзя осуждать появлялись выдающиеся произведения но и нашего вашего ну хороший пример наверное Душкин создатель один из создателей эстетики метрополитена если были в Сочи наверняка знаете железнодорожный вокзал этого города выдающийся построить конечно а форма же в которой можно было создавать все что угодно должна быть настолько незначительной чтобы в общем то на нее никто и внимания не нашли и такая форма в СССР была всегда это автобусная остановка автобусная остановка СССР это наверное одна из таких принципиальных фундаментальных страниц истории архитектуры СССР это там где правда можно про себя реализовать потому что это дешево это в общем то никого не интересовало и в общем то какая есть такая и хорошая и там появляются совершенные жемчужины архитектуры которые я сейчас покажу хотя бы некоторые из них некоторые рекомендирую некоторые просто посмотрим ибо тут есть на что посмотреть ну вот смотрите чем негуди в основном это будут с курортов черноморских или вот ну Гундертвассер еще тогда нет работал конечно но здесь его точно никто не знал тоже сказка понимаете это тоже ясно сказка или какой потрясающий минимализм чем не шедевр или японская архитектура это по моему обхазия если не изменяет память дикие конструктивистские болотки ну вау или вот мы с вами когда смотрели экспрессию архитектуры вот это очень экспрессивно с острыми зубами да Смотрите, какое чудо. Это автобусная остановка СССР. А сейчас я вам покажу ноу-хау Райта. Собственно, офис корпорации Джонсон-Лош. Для него он разработал новый тип колон, который бы не существовало до Райта. И, собственно, для того, чтобы утвердить, очень нужно было хорошо побиться головой в стенку Райта. Это офис Джонсон-Лош. А это просто остановка СССР. Вот эти грибовидные колонны. Ну вот, в общем-то, нельзя, но здесь можно. Конечно, у Райта там еще было покрыто стеклом сверху, но здесь это, в общем-то, не внутреннее пространство, да, внешнее, поэтому можно и без стекла. Это самое выдающееся произведение искусства 20-го века, как считается большинством, это капелла в Ракшане-Каркузии. А это остановка где-то в России. В Бресте. Даже такое можно было. Причем явно отсылка к церкви, понимаете. Или вот такие вот замечательные конструкции. Или вот такой футуризм. Самое главное, что сейчас за ними уже не факт. Абсолютно. Более того, их спокойно снести даже можно. То есть это не входит в наследие. Хотя выходили целый блок альбомов автобусных остановок СССР. То есть это котируется, это ценится. В том числе и на Западе это ценится. А я уж не знаю, имел я Айзенман большой опыт знакомства с автобусными остановками СССР. Смотрите, это остановка где-то в СССР. Вот такой паучок. А это одна из относительно недавних построек Айзенман. По-моему, это тоже автобусный остановок. Это тоже остановка. Вот такой паучок. Я не знаю, знал ли он конкретно эту остановку, но учитывая факт, что это, в общем-то, строится в Германии, если мне память не изменяет, то в соцблок там примерно одинаковые вещи появились. В этой же самой Германии тоже должно было быть большое количество породных остановок, как в Словакии, Венгрии и подобных странах. Еще один пример. А вот это целая архитектурная композиция. Вот это очень круто. Это непросто. Это продумано, где продуман весь пульс Ио. А это всего лишь автобусный остановок. Понимаете? Тем более, чаще всего это междугородки. Чтобы вообще никто не заметил. Чтобы туда начальство и не поедет. Это деревня, колхоз. Понимаете? Никто туда серьезных людей принимать это не поедет. А вот такой авадгард. Я уж не знаю, чем это обозвать деконструктивизмом советским. Есть еще пример, совершенно удивительный. Так же, как у Айземана, где ступени ведут в колонну. Причем колонна закрывает полностью вход в основном входе. То есть, ее нужно обходить. Это сделало осознательно. Это, конечно, уже громоло по типу Родинского красной двери. То есть, лестница идет в тупик. Там уже идея как бы читается с очевидностью. Ну, это так. Почти стругацкие какие-то. Понимаете? Вот такие грибы еще уникальные. Или вот такой совершенно радужный и сказочный струк. Малая форма, удаленность от центра позволяла осуществить действительно уникальные проекты. Многих архитекторов этих остановок, они остались безымянными, мы их не знаем. Но это люди, которые действительно могли выражать себя. И если там речь шла о бегстве в той или иной степени все-таки мировоззренческом концерте. И который осуществляли очень богатые дяди и тети. Это сверх дорогостоящие проекты. Здесь же речь идет у проектов с очень малым бюджетом. И проектов, которые скорее были спасением для самих художников. Для самих творцов. Единственной формой их как-то реализовать себя, воплотить себя. Это обращаться к малой форме. К форме, которая не будет замечена. И форме, которую сложно обвинить в каком-то политических пристрастиях. Ну, за исключением того проекта, который я вам рассказал. Когда можно было всегда свалить на то, что мы не посмотрели. На самом деле тот, конечно, имеет сильно политический подтекст. Очень читаемый, да, лестница в тупик. Все остальные из них, собственно, аполитичны. Все, что мы смотрели сегодня, это абсолютно аполитичное искусство. И я не случайно не дал в тотусную остановку. Потому что следующая наша лекция будет посвящена именно политическому измерению. Вот искусство и архитектуре. Если все, что мы смотрели сегодня, это бегство. Бегство от реальности, а значит и от проблем социума. То следующий блок будет посвящен политическому измерению. И там я разберу тот феномен, который мы касались, но мы его не анализировали. Феномен следа. Очень важное понятие для деконструктивизма. Я его разберу на примере ваших близнецов и их нынешних судьбов. Есть какие-нибудь вопросы? Если нет никаких вопросов, то до следующего раза все лекции появляются в интернет-сети. Сдавать мы будем по лекциям. Плюс чуть позже я вам расскажу, у вас еще будет у каждого сделана презентация. Я отдал вашему куратору необходимые материалы, которые будут получены для зачета. На презентацию нужно будет сделать также PowerPoint. Вы делаете пять видов искусств. Какие вы выбираете сами. Я вам приводил пример на архитектуре. Вы можете использовать ее. Вы можете только искусство, которое вам предпочтительно. Может быть искусство слова и так далее. Мы пройдем с вами в ноябре две ключевые категории. Возвышенная и прекрасная. На примере архитектуры пройдем. Один блок – возвышенная, один блок – прекрасная. Вы выбираете, допустим, стихотворение на одно, на другое. Естественно, сюда его помещаете. Если это слишком большой текст, простите, будьте добры пересказать в двух словах, почему он относится к этой или другой категории с вашей точки зрения. Почему Google такую форму отчетности? Потому что, понимаете, если берем стили, то стили, если вы его бьете в Google в том же или в Яндексе, то с той или иной долей вероятности, в общем-то, он вам выдаст то, что нужно. А вот если вы бьете возвышенная архитектура, прекрасная архитектура, скорее всего, выдаст то, что вам одно и то же. Это прямо противоположено между тебя. Точнее, несоизмеримо. Они не противоположены. Они просто на разных… Это обратная сторона Луны от другого. И вот таким образом живопись может быть, архитектура, кинематографа. Но не нужно сюда весь фильм, да, накидать. Можете скинуть постер. Если я вдруг этого фильма не знаю, вы в двух словах расскажите, почему он относится к этой категории. Простейшее задание, если поймете, чем мы здесь с вами занимаемся. И второе – это будет просто опрос по лекциям. Если вам нужна будет дополнительная литература, то есть вы хотите еще что-то почитать, я сделаю этот список. Если она вам не нужна, все лекции есть в сети, поэтому те, кто пропустили, могут в полном объеме весь материал послушать. Вот такие у нас. Такой расклад, такая информация. В следующий раз смотрим политическую архитектуру. Всего доброго. Спасибо.